Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Напомню, в республике на 11 сентября текущего года назначены выборы депутатов Думы Черкеска и депутатов Думы Карачаевского городского округа, советов Абазинского района и еще 40 городских и сельских поселений восьми районов. Замещению подлежит 461 депутатский мандат. До старта избирательной кампании в Карачаево-Черкесии осталось чуть больше месяца. В республике стартовало обучение общественных наблюдателей, которые в сентябре будут находиться на избирательных участках и следить за соблюдением порядка и легитимностью голосования, рассказывает председатель общественной палаты республики Елена Ляшова. Первый наш семинар в Карачаево-Черкесии, он стартует с города Черкеска, потому что здесь больше всего присутствуют наблюдатели. Здесь будет обучено 104 наблюдателей. Жильцы двух домов по Гутякулова в 2023 году будут переселены. Новые квартиры в следующем году получат в частности жильцы двух домов в Черкеска по улице Гутякулова 5 и 7, все из самоусиления которых признано экономически нецелесообразным. Комфортное жилье им будет предоставлено в северном микрорайоне города, где завершается строительство второго многоэтажного дома на 368 квартир и поэтапно развивается социальная инфраструктура. В первом 16-этажном доме на 525 квартир по улице Свободы в прошлом году по программе переселения домов, все из самоусиления которых признано нецелесообразным, квартиры получили жильцы семи домов. Всего здесь построено и строится шесть многоэтажных домов на 3202 квартиры. Срок реализации строительства всех жилых объектов – 2024 год. На территории Карача-Чекеси успешно реализуется программа социальной догазификации. Газопровод уже проведен в ауле Старая Джигутау из Джигутинского района, а для того, чтобы бесплатно протянуть до участка домовладения, необходимо подать заявку. На сегодняшний день в ауле подано пять заявок. Напомним, социальная догазификация предусматривает бесплатное проведение газопровода до участка домовладения. На сегодняшний день по республике подано 2780 заявок. Газовая инфраструктура уже доведена до 1777 домовладений. А в селе Курджиново у Рубского района на 2024-2025 годы запланировано строительство газоразводящих сетей. В прошлом году было начато строительство межпоселкового газопровода «Преградная Курджинова» в рамках реализации программы «ПАО «Газбром» по развитию газоснабжения и газификации в республике. Проектирование газоразводящих сетей по селу Курджинова запланировано на 2023 год, а строительство на 2024-2025 годы. Карачаево-Черкесия вошла в число регионов, которым будет оказана грантовая поддержка в сфере туризма в следующем году. Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на конкурсной основе отобрал 48 регионов, которые в 2023 году смогут провести конкурс для бизнеса среди проектов в туризме на грантовую поддержку. В частности, 44 региона получат около 3 миллиардов 100 миллионов рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов в регионах, в числе которых и наша республика. Победители региональных конкурсов получат гранты от государства в размере от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Регион также получит поддержку на проведение событийных мероприятий в следующем году. По итогам проведенного Ростуризмом конкурсного отбора в список 36 субъектов, к которым будет выделено субсидирование для организации массовых событийных мероприятий, вошла Карачаево-Чекесия. Выделенные средства, в частности, будут направлены на реализацию серии мероприятий в рамках фестиваля «Притяжение-2023». Будет организована площадка для проведения мероприятий, разработана креативная концепция и программа, приобретено необходимое оборудование и так далее. Автопарк городского общественного транспорта республиканской столицы пополнят 15 новых автобусов. Мэрия Черкеска уже в следующем году планирует закупить транспорт. Как мы же сообщали, в этом году власти города закупили два десятка многофункциональных автобусов в модификации «Доступная среда» с расширенным дверным проемом и механическим пандусом. Еще 20 автобусов и троллейбусов начали работу после комплексного ремонта, практически полностью обновившего городской общественный транспорт. В здании 6-й школы Черкеска, построенной в 1957 году, пройдет капитальный ремонт. Здесь будут заменены все инженерные сети, обновлен фасад, пройдут и другие строительные работы. Кроме того, по словам руководителя региона, планируется возвести пристройку к школе. Работы начнутся в январе 2023 года и закончатся к 1 сентября следующего же года. Напомним, в настоящее время в Карачаево-Черкесе в рамках реализации оригинального проекта модернизации системы школьного образования проводится капитальный ремонт 23 школ. На 18 объектах работы будут завершены до 1 сентября текущего года. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берегоукрепительных сооружений планируется завершить к концу текущего года в четырех муниципалитетах Карачаево-Черкесе. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка 4000 человек. В этом году уже завершены работы по берегоукреплению на реке Уруп и ремонт дамб на реке Тиберда. Рассказывает министр природных ресурсов и экологии республики Диана Качкарова. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруп – это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия от затопления и подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления и подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И, понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. Компания Россети Северный Кавказ завершает подготовку к зиме энергообъектов на курортах Тиберда, Дамбай и Архыз. В общей сложности в курортной зоне подготовили к зиме 21 трансформаторную подстанцию. Текущие капитали ремонта также завершаются на линии электропередачи 110-35 кВт, Зеленчук-Букова, Букова-Архыз, Зеленчук-Луная-Поляна, Касаева-Тиберда, Зеленчукская ГАЭС-Касаева, Тиберда-Горная и Горная-Ганачхир, по которым электроэнергия подается на курорты. От качества проводимых работ зависит комфортный отдых сотен тысяч туристов. Из разных уголков в России и зарубежья, которые в течение зимних месяцев приезжают на горнолыжные курорты республики. Только в прошлом году туристический поток на курорты Карачаево-Чикесии составил 1 миллион 700 тысяч человек. Это на 15% больше показателя паза прошлого года. Многофункциональный центр будет перемещен с Калантеевского, 36, на более удобное место по адресу Ленина, 71, остановка Тургеневская. Это позволит людям легче добираться до учреждения на общественном транспорте. В Черкесске завершается благоустройство главной соборной мечети. Уже предстоящей осенью состоится его торжественное открытие. Сейчас здесь завершаются отделочные работы и благоустройство территории. В селе Счастливом Прикубанского района будет построена новая врачебная амбулатория. Об этом сообщил руководитель региона в ходе открытого чата с жителями республики на платформе мессенджера Телеграмы. Это будет новая, отвечающая всем стандартам врачебная амбулатория, где помимо амбулаторной помощи будет организован и дневной стационар. Строительство объекта начнется в 2023 году, а его сдача запланирована на 2024 год. Почти 20 тонн воды отправила Карачаево-Чекесия для участников спецоперации на Донбассе. Бутилированная вода общим весом 18,5 тонн приобретена при поддержке мэрии Черкеска. Груз будет доставлен в место расположения военных по линии Министерства обороны страны. Единая Россия совместно с представителями власти, меценатами и добровольцами организовала в Карачаево-Чекесии порядка 40 гуманитарных акций в поддержку военнослужащих и жителей Донбасса. Рассказывает заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Фатима Караданова. Первые волны на отправке гуманитарных продуктов мы делали акцент на продуктах питания, потому что мы понимаем, что вся инфраструктура была разрушена, не было магазинов, людям негде было приобрести товары первой необходимости, это были и медикаменты, и одежда, и продукты. То дальше у нас поступал постоянно запрос на именно воду, питьевую воду. То есть в воде нуждались не только мирные жители, не только беженцы, но и наши ребята, которые находятся на выполнении спецзадания. 27 августа на площадке фудмаркета «Агропарк Черкесска» состоится сельскохозяйственная ярмарка. Качественную и свежую продукцию по ценам ниже рыночных населению представят производители Карачаево-Черкесии и соседних регионов. В частности, в широком ассортименте будут представлены мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная и мясная продукция, рыбные продукты, приправы и специи, овощи и фрукты, текстильные изделия и многое другое. В республиканской столице прошло августовское совещание педагогических работников Карачаева-Черкесии. Единое образовательное пространство. Формируем личность, воспитываем гражданина, создаем будущее. В рамках мероприятия состоялась и работа секции по развитию воспитания, приоритеты воспитания в контексте общенациональных ориентиров системы образования Карачаева-Черкесии. С 15 августа текущего года пенсионный фонд начал рассматривать заявления семей о распоряжении материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители теперь также могут оплатить капиталом обучения детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами. Стоит отметить, что использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет, поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, по налогу на профессиональный доход, либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя. Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачаево-Чрикесе задержали иностранного гражданина при осуществлении тайников и закладок с наркотиком. Подозреваемый 25-летний гражданин Таджикистана, временно проживающий в Ставрополе, задержан в Республиканском центре. В результате личного досмотра иностранца и в сделанных им тайниках-закладках изято 26 свертков с веществом, которые, согласно исследованию экспертно-криминалистического центра МВД, являются наркотическим средством метадон. Наркотик предназначался для сбыта на территории Черкеска бесконтактным способом. 1 сентября в Черкесске откроется Центр по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи Карачаева-Черкесии. На конкурсной основе туда может попасть каждый талантливый ребенок для углубленной подготовки по самым разным востребованным направлениям. Здесь будут готовить ребят для участия в олимпиадах и конкурсах. Задача центра – ранее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта и научных дисциплин. Деятельность оригинального центра будет круглогодичной. В рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии 6 сентября состоится праздничный концерт и открытие нового светомузыкального фонтана в центре Черкеска. 7 сентября на стадионе Нарт состоится главное праздничное мероприятие, посвященное также столетию республики и Дню Черкеска. Запланирован большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Домбай вошел в топ-10 популярных горных курортов для бархатного сезона. Список составлен российским сервисом twill.ru на основании данных бронирования отелей и квартир туристами в августе и сентябре этого года. Так в десятку популярных направлений отдыха попали Пятигорск, Красная Поляна, Екатеринбург, Новый Афон Абхазии, Чимал Республики Алтай, Бахчисарай Крыма и ряд других. Для детей, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, на территории лесопарковой зоны базы «Усадьба» состоялись познавательные игры. Совместно с волонтерами ребята посетили аттракционы веревочного парка. Они преодолевали различные препятствия, отличающиеся сложностью прохождения. Для любителей подвижных игр были сформированы команды, которые соревновались в волейболе и футболе. Ну а для любителей спокойных игр полицейские подготовили викторины и кроссворды на знания прав и обязанностей законопослушных граждан. Спасатели из Карачаево-Черкесии приняли участие во всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор» «Профессиональная лига». В региональных отборочных этапах соревнований приняли участие почти 60 команд из 81 субъекта Российской Федерации. В финал соревнований прошли 16 команд из 8 федеральных округов. Соревнования состояли из трех этапов. Карачаево-Черкесию представляли спасатели Республиканского поисково-спасательного отряда МЧС России и победители окружных соревнований. Спасатели из нашего региона показали достойный результат. Реклама Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 211725. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новая грандиозная шоу «Ги-эрация. Песчаная сказка». Код города 87937. 29658. Категория 0+. Ну и последняя информация. 28 августа на курорте Архы состоится этап первой всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. В частности, пройдут соревнования по велосипедному спорту в дисциплине маутинбайк. Всероссийская спартакиада является самым крупным событием отечественного спорта, а проходит она в 12 субъектах страны. Карачаево-Черкесия примет сильнейших спортсменов по маутинбайку. Всего за титул победителя будут бороться 76 велосипедистов. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.